I have ways of blowing things off. Я сейчас вне записи ходил, смотрел спокойненько. Посмотрите, например, на мага. Спелл под вопросом. Что это? То есть это какое-то секретное заклинание. Сопротивление электричества, опять же, спелл под вопросом. Ловкость, спелл под вопросом. Магия земли, куча разных спеллов. Магия огня. У нас есть спелл огня. Вот. Тут магия льда. Тут тоже куча разных спеллов. И колдовство тут тоже. Тут, кстати, только два спелла было секретных. В общем, я что подумал. Сначала мы находим вот такие вот штуки, которые нам рассказывают, как творить заклинания. Я сначала подумал, что, возможно, заклинания, которые у нас здесь открываются под вопросами, их нету, так скажем, в свитках. Их нужно открывать каким-то образом. И я вот тыкал абсолютно рандомным образом. пытался как-то скомбинировать. И у меня получилось заклинание, как оно называется, заклинание света. Я сначала не понял, что произошло. Произошел такой звук, как будто что-то открылось. Но я был с факелом. Как вы видите, сейчас у меня воровка без факела. И, кстати, надо дать в руки что-то пошвыряться, чтобы у нее было. Вот. Но так уж получилось, что я сотворил соклинание света. И теперь, кажется, я могу ходить без факела. Сколько времени оно прогорит, я, кстати, не знаю. Мне это интересно. Надо будет походить, испытать. Но вот вы видите, мы ходим по темным коридорам, и все вроде как светло. И получается, мы освободили одну руку. Что, в принципе, неплохо. Жаль, это не попало, к сожалению, на запись. Но, ладно, я вам, по крайней мере, объяснил, откуда я это сейчас получил теперь. То, что сейчас попадет. Вот, я хотел открыть вон ту дверь. И каким-то образом я пропустил вот эту вот кнопку. Я не знаю, она от этой двери или нет. Я вот сейчас хочу при вас ее нажать. Мы посмотрим. Что-то двигается. Погодите, здесь. Не-не-не-не-не, за стеной. Так-так-так-так-так. О, здесь. И что у нас? У нас тут сюрикен. Неплохо. А у нас ножи сюрикены. У них какая... Какие статы, мне интересно. У ножа... Атака 8, скорость 12. У сюрикена... Атака 11, скорость 14. Сюрикены гораздо быстрее, чем метательные ножи. Но они сильнее. Давайте я пока все-таки метательные ножи положу. Так. Тут больше ничего нету. О, видите? Кнопочка. Кнопочка. А тут? Ну, давайте нажмем. А-а-а-а-а. Вот что вы мне предлагаете? Камушек туда кинуть? Может быть. А я докину вообще туда камушек? Может... Знаете, может не камушек, может... М-м-м... Нет. Кстати, а почему тут у нас камень 2? А, их... Их можно стакать, вы серьезно? А камень долетает. Видимо, это зависит от... О, уровень, здравствуйте. Отчего мне уровень пришел? Потому что я камушек кинул. На уклонение... Следующее у нас там 11, потом 14. Уловка. Удвоение, уклонение при ношении плаща. У меня есть плащ? Это надо не здесь смотреть. Рваный плащ у меня есть. Круто, давайте. Я хочу. Значит, наверное, тогда... Так, так. Следующее у нас будет плюс 3, да? Так, а это у нас кинжалы. Это у нас метательное оружие. Сила, здоровье. Я могу сюда 1 кинуть, получить 1 силы, да? Зачем? Отдавайте. Нам это все равно понадобится. И сюда... 1 к ловкости, 5 к энергии. Дальнее оружие. А уклонение у нас 11. Давайте я хочу, чтобы потом 14... До 14 это 3. От 14 тоже 3. Получается 6. Если я сейчас сюда положу... А, минутку дают по 4 очка, да? По 4. Кинжалы. Сюда мне не хватит, кстати. Техника убийства. Этот навык определяет умение убивать. Блин, у меня столько хороших навыков, я даже не знаю. Давайте я вот этот вот 1 пока никуда не буду трогать. А, кстати, кстати. То, что я еще нашел здесь, и мне показалось интересным. У нас тут кнопочки менюшки. Как отсюда выйти. Есть кнопка карты. И кнопка сна. То есть можно просто заснуть. Вместо того, чтобы ждать, пока восстановятся силы, можно просто заснуть. Это просто офигительно. Секрет, спасибо. О-о-о, лук! И стрелы. А лук у нас, получается, в одну руку берется, стрелы в другую, да? Угу. Так, бомбы. Здесь я, наверное, оставлю... 3 килограмма, 6 килограмм. Здесь я один щит оставлю. А камушек я приберу с собой. Потому что для меня сейчас камушек важнее, чем вот эти вот... Тут ничего, кнопок никаких нет. Для меня сейчас камушек важнее, чем эти щиты. Все равно же мне как-то выйти отсюда надо. Вот мы и открыли этот секрет. Хорошо. Давайте я в пяточку. Насчет лука надо будет разбираться. И мне интересно, как работают стрелы. Они одноразовые? Или их потом можно будет как ножи позабирать после боя? Ключик у нас, да, был. Пойдемте. Секреточки. Нет? Нет? Ладно. Кстати, с этим заклинанием надо будет, наверное... Я не знаю. Может быть, я за кадром еще пощелкаю. Может, я каким-то образом на ощупь найду еще какое-то заклинание. То есть, я изначально думал, что у нас есть на бумажках заклинания. А те, которые не на бумажках, их придется наугад тыкать. А вот таким вот образом, получается, наверное, они все есть на бумажках. Просто что-то мы нашли, что-то нет. Хорошо. Записка. Я плохо спал в последнее время. Есть эхо в моих снах. Эхо. Там, кстати, что-то жужжит. Кристалл жужжит за стеной. Которое достаточно слабо. Эхо которое. Чтобы услышать. Интересно, что оно пытается мне сказать. Турум. Турум-пум-пум. Я слышу кристалл за стеной. Так, бычара. Оставляем здесь, наверное, щит. И дадим тебе факел. Факелов у тебя уже дофига. Но, как мы уже разобрались, факелов много не бывает. Потому что за счет них открываются секреты. За счет них много чего происходит. О, какой-то заколочек такой странный. Как будто тут кто-то кого-то жрал. И косточки вон валяются. И все. Зачем он здесь? Ну, то есть, я понимаю, что может быть для антуража. Но, по-моему, здесь у всего есть какая-то логика. Дратути. Ну, кристаллу я... Нет! Я не то нажал. Не то нажал, блин. Я опять на четвертом этаже, в архивах. А что за портал? Не, я сначала схожу дальше, потом, если что, вернусь. Так, это вот две ямы, которые... Смотрите. А-а-а! Прикиньте! Легкая броня. Защита 4, уклонение минус 5. Легкая броня у нас уже раскачана. Защита 3, защита 4. Суперски. Там у нас уже есть такие штанции. Ты у нас... У тебя, кстати, 2, защита 2. Вот это лучше явно, чем вот это. А у тебя защита 2. Защита 2. Ну, блин... Грубо говоря, я тогда их, наверное, оставлю. Ну, то есть я просто смысла не вижу их с собой таскать. А ты у нас, дружище, почему перегружен? 57-66. Кстати, никто не голодный? Нормально? Жрать никто не... О, ты голодная. Давай-ка ты вот эту штучку... Вот, вот это тебя перегрузило, да? Вот ты покушаешь у нас, а то что-то ты у нас голодная. Ядовитые стрелы у нас есть, простые стрелы у нас есть, метательные. У нас есть проща, есть лук, есть куча всего. Вот эти вот штаны, ну, не знаю, ребят, я их скинул, конечно, но... Блин, получается, во все ямы проваливаться полезно. Ну, потому что я тупо пришел сейчас, ну, да, убил грибочка, получил лут. Красиво. Телепортирует меня... А, вот в это же место я могу здесь... Красиво, хорошо. Я случайно туда вообще упал, так что не надо. Хорошо, тогда ты... Твою за ногу! Яд! Блин, яд! Я таких тварей не видел еще. А кристалл меня исцелить не может? Так, ладно, яд. Я понял, яд. Минус один. Посмотрим, насколько... О! У меня свет потух. Ха! Нафиячим себе еще. Насколько ходов этот яд? И убьет ли он моего игрока или нет? Давайте... А-а-а! Насколько это хорошая идея? Поспим с ядом? Блин, это звучит даже плохо. А, я восстанавливаюсь? Что?! Это что такое? Я что, проиграл? Не-е-е. Что это такое? Что случилось? Вот и у меня такой вопрос. Массовый сон? Эй! Я вас знаю. Я знаю, чего добиваетесь. Найдите меня внизу, и я вам помогу. Найдите меня вниз. Ну, я иду вниз, как бы, да. А я... Он просто постоянно будет, да? Нет, ну я-то тебя вылечу. Это не проблема. Давайте я, наверное, сразу сделаю еще... Легкая броня. А ты что, я не одел, кстати? На. Тебя не особо-то бьют, ты можешь лучше с броней походить. Ладно, такое. А-а-а! Ступка. Ступка. Так, еще одну противоядьку сделаю. У меня получается еще одно противоядье в запасе. Просто бутылок нету. И... Бутылок же больше никого нету, правильно? А-а-а-а! Одна хилка у бычары у нас. Одна хилка у тебя. Давай, наверное, может мы тебе эту хилочку... Блин, у тебя перегруз сразу начинается, да? Вот так вот сделаем. По одной хилке у танков, и, может быть, по одной же хилке... Сколько весишь? Полкило весишь, да? А, у тебя места нету, я понял. Ну, давай тебе. А, насчет тебя... И вот это копье тоже сюда положим. И вот тебе тоже бутылочку противоядья. У каждого танка будет по одной хилочке, по одному этому. Так. Вес 3.8. Я вот... Блин, на факелов там много становится. Сейчас еще один подберу. Блин, если тут будут идти пауки, то это печально. Яд, яд не проходит. Слышите? Там паук. Куда еще могу пойти? У меня есть... А, у меня там проход закрыт, да, из-за... Ясненько. А это, кстати, скорее всего, выход из уровня будет. Ага. А вот кристалл, интересно, он лечит последствия яда или нет? Вот какой вопрос. Узнаем. Кристалл горит, если меня сейчас... А, елки-ты-палки! Каждый раз меня это пугает, блин. Просто... До черта, что ли его... Ладно. Я себя ударил? Серьезно? А такое вообще возможно? Ну... Ха, интересное кино. Спите. Что, опять сон будем смотреть? Или это что? Или это что? Вы все еще тут? Я знаю, как выбраться, но не могу сделать это сам. Нам нужно работать вместе. Да хорошо, где ты? Спускайтесь вниз и к подножию горы встретимся там. Хорошо. Как бы мы это и так делаем. Ты кто вообще, чувак? Почему ты с нами разговариваешь? Так. Значит, мы выяснили, что мы можем подпалить самих себя. При неаккуратном использовании магии. Это не очень хорошо, но, по крайней мере, теперь мы знаем, что так можно. Эй, что-то такой резкий. Блин, он меня сейчас убьет. А, я там кнопку в стенке увидел, кнопку в стенке увидел. Ха-ха-ха! Он меня лечит от яда, да. Офига ты прочный, дядя! Хух! Где была эта кнопка в стенке? Вот она! Да! Я понял. А для второй есть такое? Не вижу. На самом-то деле. Значит, у нас есть одна... Она... А-а-а! А ты одну или две закрываешь? Мне интересно. Блин! Где? Это вообще что-то третье. А-а-а! Я нажал на кнопку, я не знаю, что это сделало, но я нажал на кнопку. Вообще, я по четвертому этажу хожу сейчас. Вот так, на секундочку. Кнопочки нет нигде. Ха! Мне показалось, что... А-а-а! Вот эта вот тень, она мне секундочку показалась, как будто я топор увидел. Я что-то нажал, кстати. Это отключило... Портал? Да-а-а-а! Это отключает какой-то портал, который... Что? А это что делает? Хорошо. Тогда на секунду давайте... Кнопку я прижал щитом. Так. Так. Нигде. Ф5. Я уверен, что этот портал меня вернет. А что та кнопка делает, интересно? Хм... 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 А это... Блин, почему я сейчас... Это все звучит, как будто... Хм... Рыцарь из Катарины, такой луковый рыцарь. Хм... 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 Кнопка выключает портал. Или включает его, кстати. Она работает в две стороны. Это вроде как... Вот это место, да? Да, вот оно. А... Я, конечно, понимаю, что я могу сшибаться, но... Так. Так. И... Извините. Я подумал... Она почему-то сразу четыре камня перекладывает. Я просто выложил копье ненужное. И сейчас сюда тоже положу копье ненужное. И там открывается дверь. Чтобы я взял что? Змейный браслет. Защита плюс два. Сопротивление яду плюс пятьдесят. Ох! Браслет создан из ядовитых тропических змей. Вот мне это сюда нужно. Блин, найти бы такой второй для Минотавра. Было бы вообще круто. Ладно. Это вроде загадка несложная и решаемая. Теперь можно даже вот так вот сделать. Ха-ха. Телепорт остался. Хорошо. Вроде как с этим... Там кто-то ходит. Блин, ты не хочешь сюда упасть? Хадун, блин. Да, и территория у нас здесь закрытая. Хорошо. Все, значит нам вот сюда. Блин. Так, вот так вот. Нет, так вот так. Вот так это было, да? Да. А кнопка тогда к чему была, которую я нажал? Вон там. Блин, вы шутите нафиг. О, камушек. А как это проходить-то? И в пять. Меня просто в начало телепортит, да? Что будет, если так? А-а-а, это у нас уровень с загадкой. Все, я понял. Теперь. Да! Все по минус 18, отлично. Теперь осталось это сделать по-человечески. А, F5? Ох, ну ладно. Посмотрим. Я сейчас верну... Если это получится, я сейчас вернусь. Так, вроде все нормально. Вроде я здесь. И куда? У-у-у, секрет. Книжечка? Я так понимаю. Я думаю, что это сюда. Том, здоровье. Плюс 25 очков здоровья. Используете ПКМ... А, используем предмет. ПКМ, чтобы использовать в толстом томе. Том, тщательно описанные диеты и упражнения отшельника Басабуа или... То есть, тупо нажимаешь, и оно тебе... Надеюсь, он... А, это одноразовое плюс 25 очков здоровья в принципе, да? У тебя, например... Ну-ка, ну-ка. У него 117 очков здоровья. У тебя 93 очков здоровья. У тебя вообще 51. У тебя 70... В смысле, у тебя 5 уровень подкатил. Фига себе. А что так быстро? Я не буду спорить, я не против. Может, уклонение еще подкинуть. Так, а у нас метательные... Здоровье, быстрый бросок. Быстрое восстановление при использовании метательного оружия. Это туда еще 2 уровня качаться. А если... В дальнее оружие... У нас получается... А, стоп, это же не новый уровень. То у меня остаток 1 оставался. Да, что-то я... Тупанул. Хорошо. Тогда давай это в 1, в уклонение кинем. Все, и забудем. Я раскатал губушек. 4 уровня новых. Получается, у тебя 77 жизней. У тебя 51. У тебя 117. И у тебя 93. Если эта книжка одноразовая... Сейчас мы узнаем, одноразовая она или нет. На самом деле, было бы хорошо закинуть магу, чтобы у него хоть чуть-чуть жизни подтащились. Но также... У нас тут танкует вот этот вот парень. А если будут бить нас целиком, всех четверых, тогда лучше магу, потому что мага очень быстро склеится. Давайте мы ему хоть чуть-чуть хпшечки подгоним. Да. Да-да-да, видите, она одноразовая. Надеюсь, я не пожалею об этом решении. Так, сюрикенчик, это тебе. Секреточки. Секреточки, это всегда хорошо. Так. Я точно тут все забыл? Вот это-то-то-то-то. Тут кнопок вроде нету. По крайней мере, узнали, куда та кнопка теперь открывается. Хорошо, но это у нас... Не забирает комнату с порталами. А комната с порталами выглядит отвратительно. Если уж на то пошло. Так. Ф5. Ага, вот оно как. А куда дело... Щит, который я туда положил? Никто не хочет подсказать мне. Я аж туда щит положил. Я, по-моему, более-менее понял. Нет, я не понял. Как мне пройти? Други мои дорогие. Хорошо. Будем надеяться, что я понял. Попробуем сейчас. Ага. Да, это сработало. А теперь мне нужно... Камушек... Камушек... А, минуточка, давайте я туда схожу. Хорошо. Это получается. Значит, как минимум, вот это вот можно заменить на вот это. Потому что камушек мне, я чувствую, понужнее будет, чем... Вот и бомба. Ядовитая бомба. Такого у нас еще не было. Интересно. Ф5. Как минимум, не зря заглянул. А тут... Тут дверка, кстати. Дверка-то, кстати, выглядит очень такой... Премиальный, что ли. Так. И сюда вы хотите сказать, что камушек? Так. Так, Ф5. А камушек мне, кстати, возвращает. Тогда почему мне щит... А, щит тоже вернула. Логично. Давай я его подберу. Фиг с ним. Ага. Вы мне предлагаете это все на скорость сделать? Вы не офигели? Угу. Вы же осознаете, что это маловероятно? Я об этом могу потом пожалеть. Ладно. Не уверен, что я прямо сейчас хочу сохраняться. А, тогда нормально. Тогда, кстати, нормально. Я могу сходить... А, не могу. Нет, могу, могу сходить вернуться за камушком. Ну, не знаю. Мне как-то жаль его оставлять. А где он? Э-э-э... Э-э-э! Чё, ка... А, я его подобрал, нормальный. Я хотел сказать, чё, камень зажлобили. Но нет, я его подобрал. Все пучком. Суперским. Так, ладно. Сюда попали сюда. Значим мы бы сюда в любом случае потом попали бы. и в 5 ладно отлично дверь здесь яйца заваленный проход это не очень хорошо яйца я надеюсь что так а вот эту с этой двери собственно я и пришел она захлопнула все мне в голове теперь все сложилось давайте посмотрим на тайны к эти камушки где-нибудь может мы что-то найдем потому что я сначала думал что тут просто будут секреты ой блине не 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 елочка гори я сначала тут думал что тут просто будут секреты таким образом паук причем смотрите что они сделали они полностью отбили у меня желание возвращаться туда кристалл твари да давайте вот так вот так да чё ж ты промахиваешься то блин пить не пить давайте попробую успеть сгонять к этому к кристаллу блин я отсюда не выйду точно нужно сюда сюда так 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 три ему наносит да да отлично но очень жалко было пить противоядие в такой ситуации когда мы можем в принципе алин тупо по минус 18 все это было сейчас очень обидно ладно по крайней мере мы яд вылечили так что это не самая плохая ситуация на сейчас так нам сюда паучка мы одолели вот здесь мы были так так и в 5 там скорее всего тогда будет 2 они очень сильно дерутся твари по минус 22 наносят это прям аж больно я слышу там еще одного что-то там ползает за стеночкой интересно вот эти крики которые происходят на фоне это можно даже так сделать на это кто-то орёт это или чьи-то души как-то все давай ключа я вас понял значит нам сюда куда-то за ключами путешествовать откуда ты выползешь а тут дверь отсюда ты не выползешь а тут завалено так я поставлю сюрикены потому что они на можно будет сделать два-три шага назад отступить нанося урон это уже хорошо если они у нас есть то чтобы ими не пользоваться то например а эти яйца меня очень не устраивают так 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 тут вроде как все тут дверка дверка кстати без рычага есть кнопочка но погодите есть какой-то совет я требую жертву ты хочешь чтобы туда что-то упала да хорошо что-то 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 нож кстати атака 5 кинжал атака 7 может нож можно да я могу туда положить или нет ну щит он съел спасибо я не ожидал такого подгона штаны шелковые ритузы но они у нас и одеты тут у нас кстати защита 3 шелковые ритузы а если еще чего-нибудь туда скормлю можно один секрет перчаточки сопротивление холоду так ну-ка давай мы тебе их оденем толстые рукавицы носят те кто жил в и путешествовал с рогат с рогатым скотом в далекие в далекой тундре так но как минимум кстати ключики получил перчаточки я получил перчаток по моему больше никого и нету да да хорошо у тебя сопротивление яду и мне же эти вещи еще и вернули да так а давайте если я туда положу что-то другое не интересно как это сработает если положить туда но хотя бы вот эти шелковые ритузы в них просто вернут обратно хорошо жертва вот видите бесполезные вещи бывают очень часто полезными требую жертву один ключик мы получили это не может не радовать теперь 2 там вот эта дверка она открывается да да и 5 за ней паук паук это фигово сразу вам говорю а по звуку так он еще и не один ты пожалуйста не промахивайся только дружище бей дамы и господа нам задницу не промахивайся пожалуйста если мне сейчас двоих убьет и скорее всего я уже не промахивайся ну да это надо загружаться что мы делаем так тут у нас заперто я просто продумываю куда нам бежать бежать то нам кстати особо некуда один ключик у нас сюда бежать мы можем сюда фигово фигово дорожка кстати запутанная такая так минутку еще раз один раз налево потом еще раз налево и потом через портал и в общем можно сбежать к кристаллу если за убить одного паука или может быть двоих очень такое ну тут сложное место хорошо и в 5 желательно бы еще и не промазывать слышите ребят не промазывать говори желательно можно так сделать пойду воскрешать что делать я другого выхода не вижу особенно пауками тут все просто кишит один отравлен другого убили но эта же штука воскрешает я так понимаю да отлично хорошо сколько этом пауков уфигачил два кстати в этот раз пошло немножечко полегче хотя и убили мне быстро персонажа в этот раз пошло чуточку полегче куда нам там а мы можем пройти и так и так так теперь у нас там дверь открытая топаз так ты ну не промахивайтесь вы олени бачару кстати наверно все же убьют еще раз ну не промахивайся фига ли ты пойдем еще раз воскрешаться от моих персонаж тут очень сильно кромсают к боя бы наверное сказал что я пришел бы не по уровню но тут нет такой вроде как вещи как не по уровню даже не знаю должно так быть или нет но бьют очень сильно а эта штука еще не восстановилась до давайте тогда будем спать и воскрешаться все нормально теперь вот это вот это вот это вот так вы кстати голодные воскресаете жри ай блин бычара да кстати отдай бутылочку на тебе еще одну хилку скрафтить где у нас там была ступка так хилочек у нас относительно норм пока что конечно хотя наверное растрынкивать их не стоит а а блин да хотел чтобы ты перекусил на поешь на возьми хилочку наверное отдай сюда булаву вот так вот сделаем теперь это я сколько три паука или четыре паука убил их там очень много и там еще эти чертовы яйца мне кажется это вообще без нет один лишний нажатий и все и у всех по минус восемнадцати ёпта раз это так где у нас там вроде как а это вот этот вот проход который заваленный потому на карте она у меня нарисовано что там есть проход а фактически прохода там никакого нету вот он этот проход тут все не все магия тоже буду качать нафиг на держи какой-то красный корешок все раз фигарили второй ключик спасибо ох я теперь хоть дальше то пройти могу факел я все равно буду собирать здравствуйте длинный меч атака 14 так у нас мачете атака 9 скорость 15 атака 14 скорость 15 то есть ты у нас просто лучше чем мачете потому что мачете поменьше урона ты у нас прямо теперь будешь неплохо дамажить да я так понял ну вот это что за красная травка интересно сейчас глянем кровянка колбаса что ли я колбасу нашел так чтобы взять один предмет кровянка цветы цветут кровянки цветут в местах где раньше были великие сражения ведьмы севера используют их в темных ритуалах то есть из этой штуки тоже можно что-то приготовить теоретически что за жилетик легкая броня кожаный жилет броня 3 а ты у нас легкая броня защита 4 идем сюда а вот на тебе этот кожаный жилет как раз и есть да кожаный жилет легкая броня 3 минус 5 2 3 не ребят оно того не стоит по моему поэтому его нафиг как раз вот эта дверь которая кишила да я тут подходила так ну и а пояс пояс верности сила воли сила атаки там нет спасибо насчет лута сделано нет я на самом деле не собираюсь критиковать игру просто лут лежит внизу и когда ты подходишь тебе нужно именно посмотреть на него потому что камера центруется постоянно и где-то когда-то я точно пропущу когда-нибудь лутинку если кстати еще не пропустил такое жестковатое местечко сколько мне тут два раза убивали персонажа один раз пришлось загрузиться ну такое так факел тут горел и ничего вроде такого не было да здесь секретом хорошо я могу сейчас пойти дальше вот сюда еще дальше кстати а чё это за уголочек а тут просто яйца были то есть меня познакомили с тем что в принципе яйца могут существовать а там чувак вы это слышите да твари твари у меня теперь есть меч им бы еще не промахивать почему я постоянно твари 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 тем спектой кстати на них прилетает почему я постоянно это левой кнопкой пытаюсь брать посох так я пока вроде больше никого не слышу пойду без лечения у меня стойкое ощущение того что если я оставлю эти яйца они потом по вылупляются потому что но не могу же не просто так здесь быть правильно так фишка с тремя факелами опять возможно сейчас походим посмотрим поищем варианты к пашечки не так уж и много там что-то лазит давайте наверное знаете как сейчас поступим поступим вот так и в 5 поспим я так понимаю что когда я сплю я просто меняю здоровье на голод о еще один сон прикольно я не могу услышать вас но знаю вы меня слышите я пытался поговорить с теми кто был тут до вас они были преступниками а вам похоже можно доверять а значит возможно у нас в команде еще и нормальные люди так хорошо давайте пробовать тему с факелами тут у нас минотавр главный главный по факелам что они не работают от таким образом зато тут стало светло ну давайте последние тоже поставлю кстати знаете в чем прикол против пауков могло бы неплохо срабатывать что-нибудь огненное то есть допустим если нам предлагали отбиваться от пауков факелами с другой стороны нам тут в принципе ничего не предлагает нам предлагает подумать единственное что предлагает нам игра это подумать я в принципе с не спорить то не буду я не против подумать иногда мозгой шевельнуть ну кстати вот эта тема с подсказками на стенах довольно интересно единственная пока моментом который мне не очень понравился было что сюда с оружием нельзя но там не то чтобы не пропускали как скажем так загадка была сформулирована не точно человек прикопался к этому столбу пойдем дальше я все мне ощущение что здесь что-то может быть загадка была сформулирована не точной поэтому мне пришлось долго с ней провозиться остальные загадки с подсказками более-менее логичны ты бы не промахивался блин чувак у тебя хорошая оружка и промахивайся пожалуйста двое чуваков уровень сразу получили неплохо куда я там качался а я же за тяжелой броней шел до все получаем тяжелую броню убираем дебаф за ношение тяжелой брони у нас все хорошо теперь ты дружище что я тебя качал сила воли лучше 18 18 не получились получу только 16 до защита с посохом он посох у меня есть кстати может сюда вкинуть 4 сюда мне надо 3 получу силу воли 1 до 1 1 1 2 а это надо было 11 кинуть я не туда посмотрел посмотрел на 12 так ладно мне сейчас 16 в любом случае а тогда 1718 улучшенный боевой колдун на 50 быстрее время восстановления при колдовстве отлично очень в тему все ладно я не жалею о том что сейчас произошло так тут где-то на стене да вот кнопка была я пока не знаю от чего она и зачем она сюрикены прибавляется хорошо сюрикены мне нравится как метательное оружие корешочек корешочки тоже классно блин пауки противные ребята пауки противные ребята мне не очень не нравятся кроме того что они травят они еще наносит какой-то чудовищный урон стеночка кнопочка здрасте да в смысле столько промахов вы чё это пауки успокойтесь там еще ползет стоп ребят минутку так мы снова с вами я сходил к кристаллу полечился ничего не знаю я я редкостный жлоб я знаю про это что эта кнопка не к черту а сюда я должен успеть получается да или же стоп вот это фишка без нее я бы не успел сюда просто да тут есть вот эта стенка и из-за нее бы я просто не успел бы дружище не промахивался бы пожалуйста ну вот они оба теперь отправлены опять просто с по 6 а теперь но мне нельзя чтобы он сдох я теперь отсюда не выйду да ну то есть по нормальному только вот сюда все я понял значит делаем вот так делаем вот так и спим блин жалко было бы на 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 зэ чтоб сон был было бы круто восстанавливаемся пока я в запертой комнате я могу хоть хп-шечку себе подправить немного наверное придется кормить скоро кстати я давно еду не находил вот чем прикол так дружище у тебя там уровень прискакал мы тебя тоже качали в тяжелую броню то есть на тебе пока что плюс 10 здоровья что уже было бы неплохо хоть и минотавр бычара так сказать вот но вот я олень она закроется она теперь уже не закроется мог сейчас кристаллу сбегать черт 5 я мог ступок кристаллу сейчас сбегать так ты это не голодай там у нас интересно какие у меня дебафы от голода начинает как и пяточку начинает хуже бить или чё-то офигали мы так машин то опять дружище просто офигительно ладно ребят погодите итак мы снова здесь у нас получается практически после без описания ну тайная стена была кстати на этой буковке н если чем после каждой битвы с паучком мы с вами стабильно улетаем на кристалл лечиться то есть паучки очень мощные ребята они кроме того что забирают дофигища так еще и травят что вот вообще никак не хорошо вот и что за брошка так на вареный скальный жук а это схавать можно вот это тебе они руками сильнее машут поэтому они выдыхаются быстрее но у меня по крайней мере такая логика потому что бойцов кормить приходится гораздо чаще чем магов хотя на самом деле у мага идет же умственная сила я так понимаю он пользуется магии а так-то по-хорошему мозг съедает 40 процентов нашей дневной дозы калорий поэтому я думаю что мага тоже должно сильно выматывать ну выхода на час по моему пока только сюда а тут тут ничего стены иногда чуть-чуть такие примелькиваются и такое ощущение складывается что я могу где-то что-то пропустить перчатки просто один пока что человек защита 2 это хорошо реально очень не люблю были бы просто сильные ребята но не джиж ну блин я не хочу обратно бежать черт ладно сейчас ладно мы опять тут у нас есть два пути кстати я заметил на прошлых видосе как что курсор не отображается на видео то чем я вам говорил несколько раз некоторых играх курсор отображается некоторых нет ой пардонте смотрите у нас по сути карты потихонечку закольцовывается я боюсь пауком так вот мы сейчас отсюда можем пойти налево или направо вверх ну я думаю что налево у нас будет какой-нибудь тупичок или секрет я надеюсь на секрет она право вверх я думаю что это у нас будет дальнейшее продолжение карты на вид мы уже примерно три четверти карты третьего этажа прошли как там листалось то вот так у нас есть кусочки карты четвертого этажа так вот ребятушки я думаю что дальше мы как раз тогда с вами пойдем в следующей серии пока что и в пяточку может быть ну не может быть я практически верю что следующей серии мы закончим этот этаж пойдем дальше посмотрим что там будет интересно классно давайте мы кстати сейчас наверное уровень вольем чем у нас там оставалось то до 14 это два уклонения давайте на нее тоже легкую броню закинем это мы сейчас сделаем 16 потом сделаем 20 получим здоровье и легкую броню и на нее можно будет без штрафа тоже одевать всякие прикольные штукенции например вот эту вот легкая броня 3 защита а тут 2 до наверное так мы сделаем следующий уровень который она получит в кинем туда все ребятки на этом у нас тогда сегодня все спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек всем покеда а